Что же это такое? Поселок Гаспра. Расскажем вам, какие цены в этом сезоне 2024, работает ли канатная дорога, почему она закрыта, а также... Сейчас позвоним и узнаем всю информацию. Ну что, пойдемте посмотрим, что здесь за пляжи. Нам разрешили показать еще полулюкс ресторанчик. Понятно вам? Друзья, всем привет! Вы на канале Крым Онлайн. Мы с вами продолжаем кататься по южному берегу Крыма и смотреть поселки, маленькие поселки, в которых вы можете отдохнуть. Сегодня мы с вами находимся в Гаспре, и в этом видеоролике мы с вами посмотрим местные пляжи, прокатимся на канатке и, конечно же, посмотрим, сколько здесь стоит жилье. Так что не переключайтесь, обязательно досмотрите видео до конца, вы узнаете всю самую полезную и интересную информацию, особенно если вы хотите остановиться на отдых именно здесь. Ну, либо просто на несколько дней приехать и посмотреть так же, как и мы, что же это такое, поселок Гаспра. Ну что, пойдемте? Добраться в поселок можно как и самостоятельно на своем автомобиле, так и на общественном транспорте из Ялты. Здесь входит 102-й автобус. Смотрите, он прям полный. Сколько мы здесь сегодня едут сюда. Я смотрю, что сразу на пятачке много есть магазинов, разных ларечков, где можно купить овощи, фрукты и что-то покушать. Много разных объявлений о сдаче жилья, гостевой дом, лозу. Разные объявления о сдаче жилья. И сейчас с вами сразу посмотрим цены. Вот клубника 270 рублей за килограмм. Очень большой ассортимент овощей, фруктов. Смотрите, какое все сочное, красивое, яркое. Прям хочется сразу что-нибудь покушать. Вот такие вот цены. Надеюсь, вы все видите. Ассортимент реально очень большой. Есть и овощи, и фрукты, и зелень, мед. Да! Собственное производство. Все, съел фрукты, спас овощи. Очень интересно. Вот лук репчатый 52 рубля. Ой, уже вкусно как. Какие вкусняшки. Персики, нектарины, черешня. Ого, еще и черешня уже появилась. Вкусная, да? Прям черешня черешневая. Ну, вкусная, вот настоящая черешня. Нельзя сказать, что это мальская. Ага, сейчас попробуем. Ой, реально, друзья, очень вкусно. В общем, вот такая вот есть палаточка. Цены я вам показала. Вот черешни 550 рублей. Ну, очень вкусно. Это 550, немножко выше 470. Ну, реально, очень вкусно. Мне прям понравилось. Черчхела, кстати, кто любит. Мы сейчас находимся возле санатория Марат. Точнее, парк отеля. И здесь размещена канатная дорога, которая идет прямо у нас к морю. Мы хотим сейчас на ней прокатиться и добраться к пляжу. Здесь еще рядышком, как я уже сказала, есть разные магазины. Магазин Пут, в котором есть банкомат. Можно будет снять наличные. И вот канатная дорога, которая, к сожалению, похоже не работает. Смотрите, какие классные кабинки. Желтые, красные, синие. Но, к сожалению, пока она вот в спящем режиме находится. Всегда мечтала здесь покататься. Каждый раз, когда проезжала по этой дороге, по нижней дороге южного берега Крыма, я всегда думаю, надо как-нибудь спуститься на канатки и покататься. Долгое время она была закрыта. Кто-то катался, кто-то не катался. Но она была чисто для гостей местных санаториев и отелей. Ну вот, сегодня мы приехали. Она, к сожалению, закрыта. Ну что, пойдем, найдем другой выход к пляжу и посмотрим, сколько будем добираться своими ножками. Местные жители в Каспре очень любезны и мне подсказали, как добраться до моря. Нам нужно идти по этим ступенькам. Ну что, пойдем тренировать ноги. Кстати, вот экскурсии можно купить. Но лучше их заказывать на нашем сайте. Объявление о морской рыбалке и многое другое. Так, ну что, дорога у нас предстоит. Наверное, короткая или длинная. Посмотрим. Есть охота. Есть охота? Ну да, кстати, уже обед. Ну я бы, если честно, еще... Пойдем к кафешке к тещи. У тещи? У тещи, ага. Ну давай. Теща не обидится? Ты хочешь сейчас или потом? Давай, может, на обратном пути? Нет. О, канаты. Вот, это вот маленькая канатная дорога этого санатория Марат. Смотри, какая она симпатичная. Такая милая. Смотрите, вот эти вот опоры находятся среди деревьев, и ты едешь как будто в лесу в каком-то. Ну очень здорово. Жалко, что не работает. Я бы с удовольствием прокатилась бы. Я люблю канатки. Почти спустились к морю, и я здесь смотрю, есть переплетение двух канатных дорог. Одна канатная дорога принадлежит парк-отелю Марат, а другая побольше в санатории Ясная Поляна. Здесь, в Ялте, на южном берегу Крыма, было очень много санаториев, было построено, и некоторые из них располагались немножко выше морского побережья. И было принято решение раньше, что нужно привезти туда канатные дороги, чтобы людям было удобнее добираться. Некоторые строили вот такие вот канатные дороги, ну а некоторые строили еще дополнительно лифты. Очень ясно можно увидеть такие лифты в Ливаде, например, возле Ливадийского дворца, если вы заметили, есть лифт, ведущий прямо к морю. Сейчас, к сожалению, он не работает, но вообще на южном берегу Крыма, так как у нас клоны, большие перепады, то было раньше принято решение, что облегчить нужно спуск для людей, и сделать либо канатную дорогу, либо лифт, ведущий прямо на набережную. Мы уже с вами видим море, но я смотрю, пока еще навесов нет, только, видимо, готовятся к сезону. Смотрите, какая большая станция канатной дороги, прям как канатная станция Мисхоро и Петри. Если вы катались, ух ты, такие же большие кабинки, какая классная. Но это, наверное, давно не работает, что тут кабинки совсем такие уже зарисованные. Ну, станция, конечно, смотрите, каких больших масштабов, как раньше строили, да? Кабинка рассчитана где-то, наверное, на человек 25. Ну вот, она давно, наверное, не работает. Но зато к пляжу доступ открыт. Попробуем подняться. Ну, наверное, грех оказаться в таком месте и не подняться и не посмотреть. Я тут увидел открыто. Почему бы не зайти? Слушайте, всем же интересно, как тут, да? Я думаю, уникально. Это давно она здесь такая, так я понимаю. Обалдеть. Смотрите, так оно с ремонтом свежим таким. Да. Странно. Почему она не работает? Так бы вообще просто романтично наверх, на горы подняться. Ладно. Интересно. Так вот это. Не. Закрыто. Ладно, дорогие друзья. Валентина не стала рисковать, осталась внизу. Идем к ней. Ух ты, друзья, какая красота. Море. Как вкусно пахнет морем. Ну что, пойдемте посмотрим, что здесь за пляжи. Я, кстати, здесь впервые. Я всегда знала, что есть поселок Гаспра. Я знала, что здесь хорошие пляжи, чистое море. Но, честно сказать, я здесь, по-моему, ни разу не была. И мы как-то вот даже на пляжах здесь ни разу не отдыхали. Пляжных карт здесь довольно-таки много. Есть вот пляжные карты с навесами, есть без навеса. Нужно еще пройтись и посмотреть, что же это за пляжи. Ну это, наверное, муниципальные пляжи, которые принадлежат городу Ялта. И здесь можно отдыхать всем. Есть, конечно, пляжи, которые относятся к местным санаториям и отелям. Вот сейчас посмотрим, какие пляжи здесь мы найдем. Кто-то когда-то граффити такой красивый рисовал. Кафешка, наверное, была вот здесь, вот прям на соляне. Здесь довольно-таки продолжительная набережная, променадная зона. Мы вот уже прошли несколько пляжных карт. Очень красивые виды, конечно, открываются. Ну вот здесь вот пляжные карты довольно-таки маленькие. Хотя вот мне очень нравится, что здесь хорошая мелкая галька. То есть это большой плюс. Если вы не хотите брать варенье Тольше Слонг, то можно просто взять полотенечко или специальную подстилку и отдыхать просто на камушках, потому что галька здесь очень мелкая. Конечно, все еще в таком спящем режиме. Вот смотрите, то, про что я вам говорила, что есть пляжи муниципальные, есть пляжи, которые относятся к местным гостиницам или санаториям. Вот пляж Рубикон. Ну, тем не менее, все желающие могут также прийти на эти пляжи и здесь отдыхать. Здесь очень хорошая широкая пляжная карта. Смотрите, да, очень мелкая галька. Уже ребята подготовились к сезону. Мне очень нравится спуск хороший. Есть спуск на пирс. Вот здесь вот такая вот коротенькая карта. немного людей, конечно, отдохнет. Но если вы любите отдых на камушках, кто-то, кстати, очень любит, здесь можно, конечно, присесть. Море чистое, но все равно, конечно, удобнее отдыхать здесь, на этом пляже. Давайте посмотрим дальше, какие еще пляжи есть. Здесь, вот видите, все почистили уже, выровняли. У нас недавно были сильные шторма. Многие, конечно, пляжи еще не готовы, но многие уже прям готовятся встречать гостей. Ой, кабинки для переодевания уже. Видно, что только поставили. Чистенькие, аккуратненькие. Здесь, наверное, летом будет работать какая-то кафешка. Как-то уже все так аккуратно сделали, хорошо. Представляете, как тут здорово отдыхать с таким видом на море. Пришел, взял себе что-нибудь покушать. И прям на море кушаешь. Раньше, наверное, здесь солярий был. Ну и вот, пока ремонтировать будут. Возможно, скоро, возможно, не скоро, но вот, наверное, будут ремонтировать. Так, дальше у нас санаторий, родина. И стоит охранник. Не знаю, конечно, пустят нас, не пустят. Вот здесь вот аварийная набережная. Да, но здесь вот проход закрыт, хотя вот с той стороны девушка зашла как-то. Не знаю, давайте посмотрим. Мужчину снимать не будем, просто, может, у него поинтересуемся, будут ли работать в этом сезоне пляжные карты, и что вообще закрыто или открыто. Давайте вот так вот море поснимаем. Красиво. Ой, тут раньше, смотрите, был какой-то, видимо, заезд прямо на море. Возможно, можно было заехать и оставить машину. Так, информационная табличка, пляж Гаспринский санаторий, родина. Здесь есть туалет, он, кстати, уже открыт, и это очень хорошо, потому что многие к нам приезжают отдыхать в Крым именно в мае. Ну вот здесь такая большая территория. Здравствуйте! Скажите, а эти пляжные карты будут работать? Летом будут работать пляжные карты? Ну вот молодой человек говорит, не знаю. А это уже территория санатория, да? Да, это уже территория санатория. Поэтому снимать здесь, наверное, не очень правильно, но мы вам показали буквально все, что здесь есть. Ух ты, смотри, какие-то малые паруса вдалеке. Угу. Может, пройдемся, посмотрим туда? Пойдем, посмотрим. Как круто! Как раз мы в ту сторону еще не ходили, не смотрели маленькую станцию канатной дороги. Точнее, станцию маленькой канатной дороги. Кстати, смотри, сауна. Ой, я, кстати, видела где-то предложение сауна прямо на берегу моря, представляешь? И люди именно окунались в море, а сауна сама где-то вот на берегу. Но здесь, наверное, не очень удобно, когда по ступенькам бежишь такой распаренный и море. Тут надо какую-то горку придумать. Раз и заехал. Такой раз и окунулся. Ой, ну очень здорово. Мы здесь, конечно, ни разу не были, но мне кажется, летом нужно будет приехать. Тут, если все будет работать, будут какие-то кафешки, конечно, движуха будет добавить немножко. Я знаешь, что думаю, вот этот Рубикон, это же, наверное, какой-то гостиница или отель или комплекс какой-то. Может, позвоним, и они уже работают, раз у них есть целая карта. Представь, они покажут нам свои номера, а люди смогут посмотреть, где можно остановиться в Гаспио. Как думаешь? Ну, скорее всего, да, конечно. Тут же каждая пляжная карта принадлежит или в санаторию. Но, посмотрите, если это санаторий или отель. Ну что, сейчас позвоним и узнаем всю информацию. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я звоню в гостиницу Рубикон. Все верно? Да. Скажите, а вы работаете уже? Я вот на пляже нахожусь, увидела, что есть у вас пляж. Да. Сайт ваш увидела, и хочу уточнить цены, и хочу уточнить, работаете, не работаете. Работаете, да? А скажите, какие цены на сегодняшний день? Интересует двое взрослых, один ребенок, маленький. И скажите сразу, предоставляете маленькую кроватку, манеж или что-нибудь? С какого возраста? Да, есть, да? Ой, здорово. Да, мы вот пока смотрим, где остановиться, прицениваемся. Вот увидел, да, приехали на пляж, увидели просто, что у вас тут пляж хороший. Думаем, что может отель какой-то. То есть везде санаторий, закрыто. да. А, хорошо. А если мы сейчас подъедем, сможете показать какой-то номер? Готовы посмотреть тогда? Здорово, спасибо большое, спасибо. Ну все, мы тогда сейчас через минут 10 подъедем и посмотрим, покажете, какой номер есть. Хорошо, спасибо. Да, до встречи. Так, друзья, ну, это гостиница, гостевой комплекс, точнее. Расположен он здесь немножко выше, прямо в центре Гаспре. Сейчас мы пойдем, посмотрим номера, какие. Сказали, что есть какой-то номер свободный и с удовольствием нам покажет. Пойдем инспектировать. Перед тем, как мы отправимся на поиски нашего отеля, мы сначала дойдем до второй части нашей променадной зоны, нашей набережной. Я хочу еще посмотреть, где останавливается маленькая канатная дорога, есть ли здесь станция, и, возможно, удастся посмотреть алые паруса, которые находятся там вдалеке. Не знаю, видно вам было или нет, но там вот алые паруса, какой-то корабль. хотелось бы, конечно, к нему дойти и посмотреть. Так, вот этот пляж мы еще, по-моему, не смотрели, мы прошли как-то мимо и не акцентировали внимание, что здесь есть пляж, открыт к нему доступ, можно тоже уже воспользоваться. Ну вот, солярий еще находится в таком не очень хорошем состоянии, им пользоваться пока нельзя. Ага, там какой-то забор, мы, наверное, не пройдем. Здесь, наверное, какие-то костевые комплексы тоже. Интересно. Так интересно, конечно, гулять по местам где-то еще не был. За каждый угол хочется заглянуть и посмотреть, что там, что там. А вот здесь маленькая канатная дорога, но она тоже не работает. Не знаю, будет она в этом сезоне работать или нет. Но там, конечно, за забором прям, мне кажется, красиво. Такие колонны какие-то, такие корпуса интересные, но канатка не работает. Вот. Ну что, приедем сюда летом в надежде на то, что у нас все-таки будет возможность прокатиться на канатке или узнать хотя бы, можно ли на ней кататься просто людям, не проживающим в санатории. И обязательно вернемся, так сказать, с инспекцией. Узнаем все, как работает. Ой, хочу еще посмотреть на эти прекрасные виды. Я смотрю, там какое-то здание прям на обрыве строится. подъемный кран такой большой. Ну что же, какая-то гостиница будет и корабль придет. Наверное, вот это Форос. У нас уже в Ялте возобновились морские прогулки. Можно уже отдохнуть прямо на море. Ну что, будем подниматься обратно к проезжей части и, возможно, мы все-таки посмотрим номера. Мы добрались наверх, уже перепарковали свой автомобиль и нашли гостиницу Рубикон. Она находится прямо возле меня. Сейчас посмотрим, смогут ли нам показать какой-то номер. Территория, конечно, очень красивая, много зелени, цветов. Так классно. ой, фонтаны. Какая хорошая зона. Прямо заходишь и такая вода журчит. Так приятно сразу, спокойно на душе. Даже если дорога тяжелая была и вы просто уже устали, измучились, все равно очень приятно слышать звук шурчащего ручейка или вообще звук воды. очень успокаивает. Пойдем? Здравствуйте. Здравствуйте. Так. А мы вот вам только что звонили по поводу номеров. Скажите, покажете какой-то? Да, конечно, пойдемте, покажу. Нам нужен двухместный. Вот у нас еще ребенок, если что. Ну вот, чтобы с ребенком можно было остановиться. Смотрите, у нас есть номера без балкона и с балконом. Сейчас я вам покажу номер с балконом, это стандарт. В нем двуспальная кровать и диван. На диване как раз ребенок у вас прекрасно будет. А детские кроватки даете? Детские кроватки, да, мы даем маниши или детская кроватка на выбор, что вам будет удобно. Ну, детское берегу, конечно, постельное обязательно. Англа. Пожалуйста. Сейчас посмотрим номер. Так, есть небольшая прихожка, очень здорово, здесь можно оставить вещи. Есть холодильник, водичка, очень здорово, особенно если с дороги вы только приехали. Так, шкаф, ой, хорошая полка, сюда можно поставить багаж и, конечно же, есть сейф. Дополнительный набор постельных принадлежностей и общая комната. В спальне у нас большая двуспальная кровать. Ух ты, как здорово, четыре подушки. Очень мягкие, хорошие, белое постельное белье и хорошая покрывала. Так, ой, мягкий, хороший матрас, очень мягенький. Куда я легла? А ну-ка, снимай. Мы же инспектируем спальное место. Хорошо, мне нравится, мягенько очень. Мне прям такое нравится. Так, ну что, друзья, тут у нас помимо большой кровати есть точечный свет, маленькие прикроватные тумбочки и, конечно же, зона, где можно навести красоту. Стульчик очень удобный, телевизор, зеркало и, конечно же, диван. Номер у нас трехместный, поэтому есть диван. Здесь это дополнительное спальное место, но при необходимости, если у вас есть маленький ребенок, я так поняла, могут поставить детскую кроватку. Это, кстати, большой плюс. У нас номер с балконом, и поэтому сейчас посмотрим, что на балконе. Так. Оп. Ой, как пахнет хвоей. Очень классно. Реально очень вкусненько пахнет. Здесь есть садовая мебель, можно отдохнуть, посидеть и утром попить чай или кофе. Балкон, кстати, довольно-таки просторный, очень много места. И опять же здесь с видом на дворик внутренний. Журчит водичка так хорошо, как будто ты прям возле моря находишься. Что немаловажно, здесь на балконе тоже есть сушка, очень удобная, раскладная, можно будет воспользоваться, если вы планируете здесь остаться на длительный период. Вот, кстати, и она. Пойдемте посмотрим санузел. Приготовили уже набор полотенец, есть вешалки, очень удобно, что сразу возле душа. И плюс туалет, конечно же, туалетная бумага и умывальник с большим зеркалом. Есть вот всякие принадлежности, мыло, шампунь, гель для душа и многое-многое другое. Стаканчик для зубных щеток и, конечно же, фен. Вот такой вот санузел, очень удобно, он очень просторный и есть сушка для белья. В общем, номер очень хороший. Сейчас мы с вами посмотрели номер категории стандарт, он рассчитан на четверых человек, стоимость на сегодняшний день 5000 в сутки, но немаловажный момент, что на территории есть кафе, завтрак входит в стоимость проживания. И если вы планируете приехать летом, лежак и зонт тоже входят в стоимость проживания. Так что отдых будет максимально комфортным. Здесь в отеле два корпуса. Мы сейчас с вами посмотрели номер в первом корпусе, пойдем в корпус, который поближе к морю находится. Водичка есть, очень хорошо. Возле первого корпуса, как я уже и говорила, есть небольшой пруд, и здесь плавают карпы. Представляете, они вот такие вот. Я, кстати, сначала не заметила, Антон говорит, иди посмотри. Вон они там прячутся, вот такие рыбехи. Не знаю, я их в лицо не вижу, но мне кажется, они очень милые. Отель расположен по адресу Олубкинское шоссе, 15 В. Кстати, я хотела сказать, мы когда спускались, видели кафе у тещи, Антон еще говорит, давай покушаем. Обязательно зайдем, посмотрим цены, потому что именно в этом кафе те, кто остановится в этом отеле, будут завтракать. Ведь завтрак включен в стоимость. И, кстати, очень хороший плюс, что на территории есть детская площадка с детскими качелями. Буквально в двух минутах от большого корпуса основного, в котором мы только что были, находится корпус морской. Это второй корпус этого отеля. Здесь частная территория, все закрывается, вы единственные, кто здесь будете размещаться. Здесь номера полулюкс, видовые, с видом на море. Давайте посмотрим. Нам разрешили показать еще полулюкс, видовой, с террасы. Пойдем посмотрим. При входе я сразу вижу, есть небольшой коридорчик, где можно оставить личные вещи и верхнюю одежду. Сразу есть большой просторный шкаф. Сейчас мы на него посмотрим. Я пока посмотрю. Большое зеркало. Боже, в полный рост. Вот это да, классно. Так, шкаф. Здесь у нас есть сейф. Ой, смотрите, батарейки, если нужно будет. и дополнительный набор постельных принадлежностей. Кстати, вот эта зона очень вместительная, туда можно поставить свой багаж. Этот номер рассчитан на четверых человек. Здесь одна большая двуспальная кровать и еще большой диван. Очень, кстати, красивенький, мне нравится. Все в едином бежевом стиле. Давайте посмотрим, какой у нас тут матрас. Ой, очень мягенький. Ой. Мне кажется, пружинный какой-то диван, потому что я прям как на батутике такая. Класс. И меня очень радует то, что здесь тоже много подушек. Очень приятно, когда о гостях заботятся и очень классно, когда много подушек. Особенно вечером, когда отдыхаешь, хочется много всего под голову подложить. Это всегда большой плюс. Ну, ложись давай. Кстати, хотела еще посмотреть. Ага, тут одна двуспальная кровать, потому что иногда делают две односпальные, которые можно использовать вместе. Но здесь одна односпальная, одна двуспальная. И еще, смотрите, есть диван, к нему дополнительная часть, которую можно приставить и использовать как дополнительное спальное место для одного или двух человек. То есть диван довольно-таки просторный, поэтому два человека здесь точно вместятся на этом диване. Есть небольшая зона с холодильником, телевизором, еще дополнительным зеркалом. и здесь стаканчики, ложечки, все для того, чтобы можно было приготовить чай или кофе. Ну что, давайте посмотрим выход на террасу. Здесь у нас не балкон, здесь у нас терраса. Есть и садовая мебель, и лежаки. Так, небольшая сушка для белья и стульчики со столиком. Такое все маленькое, хорошенькое, мило. Ой, смотрите, какой вид на море. Так, внизу у нас есть еще детская площадка, очень здорово. Какая классная детская площадка, прорезиненная. Очень здорово, особенно если у вас маленькие дети. Очень хорошо, когда площадка прорезиненная. И, кстати, очень большая территория. Хотела отметить, что здесь, ну вот, выход на террасу есть, и терраса находится в зеленой зоне, потому что этот корпус находится на территории пансионата, а пансионат находится в зоне парковой. Так что здесь очень много зелени, очень вкусно пахнет можжевельником. Ну и если вы захотите отдохнуть, есть лежачки. Очень, кстати, большие такие, как раз для Антоши. Ну что, пойдемте в санузел посмотрим. Стоимость этого номера на сегодняшний момент 6 тысяч рублей. Друзья, хочу уточнить, что стоимость 6 тысяч рублей за троих человек. Если вы планируете заселиться в этот номер вчетвером, то дополнительное место оплачивается отдельно. Ну и, конечно же, в стоимость входит завтрак, лежаки на набережной и зонт. Посмотрим санузел. Санузел у нас оснащен душевой кабиной. Я вижу, что здесь чистая, хорошая сантехника. Очень здорово есть полочка для шампуней, кондиционеров, сушка для полотенец и, конечно же, крючки для полотенец. Очень удобно, что они находятся рядом с душевой кабиной. Также санузел оснащен большим зеркалом с подсветкой. Есть раковина, есть у нас фен, биде и туалет. Везде у нас уже находятся здесь полотенчики положены, все подготовлено для отдыха, так что можно заселяться и пользоваться. Санузел очень просторный, мне очень нравится и много света. Друзья, за время слюнок мы уже проколдались, я хочу предложить Антону пойти покушать у местной пыль. посмотрим цены и проверим, вкусно там кормят или нет. Так, вот это кафе, в которое мы хотели пойти. Именно здесь могут покушать гости отеля. Здравствуйте! Так, я вот уже здесь мимо проходила и заприметила вот здесь вот столики такие милые, уютные. Есть такие зоны, если вы хотите уединиться, можно остановиться именно здесь. Вот здесь вот мы, наверное, сядем и посмотрим меню. Пожалуйста. Спасибо. Так, посмотрим меню. Завтраки здесь включены в стоимость проживания, но есть меню для того, чтобы можно было пообедать или поужинать. Так, цены, надеюсь, вам все видно. Ассортимент очень большой, вот горячие закуски, салаты, салаты с рыбой и морепродуктами, первые блюда. Так, интересная информация. Так, блюда на мангале, на гриле, хлеб, корниры, пирожные, десерты, чай, кофе. Вот такое вот меню. Нам принесли уже первые блюда из нашего заказа. Мы заказали борщ с салом и пампушками. Ну, пахнет очень вкусно, да, прям аппетитненько. И сейчас пампушки с чесноком залетят просто. Заказали еще два имбирных чая и вот такой вот лимонад. Потом покажем, какой чек получился. Так, ну что, обед на считай, наверное, трех человек, потому что мы заказали кое-что еще домой. Так, две порции борща, вареники с картошкой, жульен курины, два чая имбирных, лимонад, сметана еще отдельно, наверное, к вареничкам, к вареничкам и стейк с виною с картошкой и соусом. Обошелся нам в 2400 рублей, грубо говоря, там, 2500. Это обед на двоих человек полноценный с двумя первыми блюдами, двумя вторыми блюдами и дополнительным еще блюдом, допустим, если кто-то с вами еще находится. Так что, столько денег вам нужно для того, чтобы вкусно покушать именно в Гаспре. Друзья, как вы знаете, у нас в Крыму проблемы с парковками. Не везде, конечно, не во всех городах, но, конечно же, есть небольшие проблемы, учитывая то, что очень большой поток машин, очень много и своих машин, и тех, кто приезжает к нам на отдых. Так что, я хочу в этом ролике также отметить, что у гостиницы есть своя большая парковка. Вы только посмотрите, сколько здесь парковочных мест. Гаспра небольшой город, тоже есть проблемы с парковками. Желательно не оставлять машину в неположенном месте для того, чтобы ее не эвакуировали. И всегда нужно оставлять машину на стоянке. Здесь мест предостаточно. Ну, а мы уже поднимаемся к своей машине. Друзья, если вы досмотрели это видео до этого момента, спасибо вам большое за вашу поддержку, спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Обязательно поддержите его пальцем вверх, большим пламенным своим лайком и, конечно же, напишите комментарии, как вам отель, условия и цены. Ну что, мы поехали домой. И еще, кстати, хотела попросить, если вам нравится все, что мы делаем и нравятся наши видеоролики, здесь сейчас будет номер карты, вы всегда можете нас поддержать на новые путешествия и на новые поездки. Мы все деньги аккумулируем, тратим на бензин, на путешествия для того, чтобы показывать вам Крым и знакомить вас с новыми местами. Ну что, а мы поехали домой. Сегодня были длительные съемки. Мы довольно-таки усиленно устали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok